Для обладателя социальной транспортной карты Бориса Травкина пополнение этого универсального проездного билета превратилось в настоящий триллер. Дело в том, что муниципальное предприятие «Пассажир Транснаб» в этом году изменило требования для внесения первого взноса. Каковы были причины принятия такого решения и сколько оно принесло нервотрепки новосибирским люготникам? Вообще у нас отношение к пожилым людям такое двойственное. Декларативно с экрана телевизора нас любят и уважают, а когда какие-то услуги, то нас гоняют и пинают. Ветеран труда и заслуженный деятель искусств наш коллега Борис Травкин пользуется социальной картой 12 лет. На старте этого проекта ежемесячно пополнять ее баланс можно было только на почте, но постепенно терминалами оплат обросли станции метро, торговые центры и даже кафе фастфуда. Я захожу в метро, в квартоплат помещаю карточку, плачу деньги и поехал дальше совершенно спокойно. В декабре последний раз прошлого года я оплатил в квартоплате, за январь. Январь я отъездил, заканчивается месяц, я пошел в этот же квартоплат, ездив на работу, собрался приложиться, но то объявление висит. В объявлении значились требования к первому платежу этого года. Транзакция должна пройти через кассу расчетно-сервисного центра ТАГМА или пункт приема платежей управляющей компании. Зашел в метро, не получилось, я пошел в ЖЭУ, не получилось, я пошел в кассовый центр, не получилось. Теперь я вынужден ехать на Красный проспект, в головное предпятие, где их выдают, и там уже пополнить оплату. Я думаю, что это для пенсионеров не очень, наверное, удобно. Много кто на месте Бориса Борисовича махнул бы рукой, но пенсионер задался резонным вопросом. Почему требования МУП пассажир-транснаб предъявила только к держателям социальных карт? Любую другую транспортную карту школьника, там проездную, обычных граждан, в любой кассе метрополитена подходят, люди платят и пользуются услугой. А вот для пенсионеров что-то специально сделали такое возможное, чтобы мы еще побегали, поискали. Для того, чтобы доказать, что сложности действительно существуют, проведем эксперимент. Дано. Обладатель социальной карты, которой нужно пополнить, одна боевая единица. Служебная машина для перемещений, одна штука. Контрольное время 14.00. Первый пункт – станция метро «Красный проспект». У терминала встречаем еще одного незадачливого держателя недействующей социальной карты. А вон, смотрите, там написано. Вы читали? Сначала пойти где-то в кассу в офисе стоять, а потом уже приходить на трансмиссию. Понятно. Сейчас будем пробовать мысор, что говорят. Так, просто на карте. Так, просто на карте. Так, просто уже. То есть она не читается, да? Она не читается. Отправляемся в ЖЭУ, обслуживающий дом нашего героя. Добрый день. Здравствуйте. Карточку можно пополнить? Терминал у нас не работает, объявление. Не работает. А как давно? Полгода уже не работает. И вам вероятность, что в ближайшем будущем будет работать. Да, у нас действительно терминал на Лермонтово не работает. Там сгорела плата. Оборудование устаревшее. Найти запчастник тяжело. Наша техслужба сейчас этим вопросом занимается. Совместно с пассажиром трансмабом. Следующий пункт нашей экскурсии – ближайший расчетно-кассовый центр «Тагма». Обнаружить искомое удается не сразу. Внутри торгового дома нет указателей. Наконец находим неприглядный коридор с живой очередью страждущих. Это очень неудобно для нас, для возрастных людей. Мы нашли, наконец, примуток примут. Сказали нам. А если здесь не примут, куда пойдете? Ну, мы и так дадали. Либо нам на Хосик-Калинину делать, либо на Трудовой еще есть. За день до этого Борис Травкин честно отстоял такую очередь. Но устройство так и не прочитало его карту. Чтобы не терять драгоценное время, сразу отправляемся в офис пассажир трансмаба, отвечающего за выпуск и оборот городских проездных. Здесь становится понятно. Не избалованным бюрократическим сервисом пенсионеров подобное препровождение времени даже не возмущает. Вы что по поводу всего этого думаете? Нормально. Нормально? Надо было раньше прийти. Чего из-за этого проблемы нет? Стыдно! Чего стыдно-то? Какие очереди, да? Позор! Для любого государства! Работать надо! А не в очереди за сладкой жизнью стоять! Вот дает! Да я бы рад без очереди-то! Да кто же меня пустит, а? В конце Фитилевского фильетона главный герой проникается привязанностью к очереди. Наверное, что-то подобное. Испытывают и эти люди. Извините, товарищи! Я же думал, что это чужая очередь! А это своя! Родная! Никакой проблемы в таких знакомых до боли очередях не видят и в пассажир-транснабе. В своем ответе на запрос редакции представители МУП втолковывают нам, что январские нововведения связаны с обновлением информационной защиты карт раз в десятилетие. При этом ограничения коснулись только терминалов квартоплат. Свою работу по информированию льготников чиновники сочли вполне себе приемлемой. И пока мы безуспешно пытались назначить полноценное интервью с руководством пассажир-транснаба, подошла очередь Бориса Борисовича к кассе МУПа. Ну вот, наконец мы закончили. Я поплатил карточку, поплатил проезд. Потратил на это время два с лишним часа с вашей помощью. А если бы я один был, то я думаю, что я бы еще дольше потратил времени. Вот это, конечно, ненормальная ситуация. Непонятно, почему нельзя это все решить более техническим способом. Продолжение следует...